здравствуйте дорогие туркменистанцы сегодня среда 3 ноября 2021 года я опять с вами в эфире мурат курбанов сегодня я хотел с вами переговорить на тему бороться за свои права или жить продолжать дальше вот в этом вопросе я хотел бы напомнить тем еще раз что в туркменистане не соблюдаются никакие права человека президент туркменистана диктатор клоун идиот бердум хаммедов не только является гарантом конституции а самый первый его нарушает например он одновременно является и председателем комитета министров и президентом туркменистана и председателем парламента то есть хак генеши хак масла ты то есть он захватил все ветви власти что запрещено по конституции туркменистана но это на это ему наплевать конечно поэтому он и нарушает конституцию каждый день и требует от всех правоохранительных органов нарушать эту конституцию то есть туркменистан превратился в абсурдистан почему абсурдистан потому что все решения туркменского президента они абсурдны и идиотичны идиотичны я вам приведу несколько примеров например сегодняшний пример сегодня в туркменистане президент туркменистана запретил заезжать эвакуировать своих граждан туркменистана около полтора миллиона человек которые находятся за пределами туркменистан вот у меня сзади банер баннер написано баннере что президент туркменистана полтора миллиона человек граждан туркменистана держит за пределами туркменистана и и не эвакуирует не эвакуировать их наоборот он своим личным указанием запретил им въезжать, закрыл границы. Недавно в Узбекистан приехали студенты и просто граждане Туркместана. Они уже начали бастовать на границе. Президент Узбекистана лично позвонил утром президент Туркместана и сказал или вы их заберите, или мы приведем к границе, потому что мы не можем их держать. Они уже бастуют, хотят въехать к себе домой. Мы не имеем права их задерживать. Он позвонил на рассвете в 6 утра. Туркменские пропагандистские каналы об этом объявили это объявили так, что президент Туркместана позвонил президенту Узбекистана и поздравил с выборами. То есть все на 180 градусов наоборот развернули. Или другой случай. Например, президент Туркместана по просьбе президента Туркместана Рашид Миредов министр иностранного дела Туркместана запретил продлевать паспорта, то есть менять паспорта во всех посольствах и консульских отделах Туркместана. Полтора миллиона граждан не могут поменять паспорта. Только потому, что это уже стал бизнес Рашидом Миредовым. То есть Рашид Миредов организовал целую систему бизнеса. То есть вам запрещено менять паспорта, если они просрочены, дороги закрыты, вас заводят специально в нелегальную зону, чтобы вы, если что-то говорили, вас можно было депортировать в Туркместан. То есть если вы хотите продлить паспорта, то есть коррупционная схема. Вы можете прийти в посольство, открыто поговорить с послом или с консулом. Он вам предложит от 3,5 тысячи до 10 тысяч долларов заплатить. Если вы заплатите, в течение 15-20 дней вам сделают паспорта. Вот это сегодня происходит по всему миру также в Туркменистане. В Туркменистане ты можешь поменять паспорт. И то надо там заплатить, естественно. Надо дать взятки, надо найти своих знакомых и так далее. Но за пределами Туркменистана это поставлено вот так, потому что это бизнес Рашида Миредова. Это бизнес министра иностранного дела Туркменистана за пределами Туркменистана. Все деньги, которые там поступают, 30% оседают посольство, 70% уходят в личный карман Рашида Миредова. Скоро Рашид Миредов станет чуть-чуть богаче и будет, естественно, бороться против президента Туркменистана и завоюет его место. Он уже ведет определенную борьбу. Дело не в этом. Дело в том, что даже если он победит, мы не свернем с пути диктатуры. Вот это я хотел объяснить. Поэтому защита прав человека в Туркменистане это не только обязанность гражданин Туркменистана, это и помощь других международных организаций. Потому что в Туркменистане невозможно защитить свои права. Я вот читал комментарии во многих местах, повторяющиеся комментарии. люди пишут, вот если бы мы там были, русские, или там Кавказцы, или Киргизы, или еще кто-то, да, то мы бы не позволили, ничего не могли бы сделать. Поверьте, я жил с 91-го по 2005-й год в Туркменистане. Там такая диктатура была, за каждое слово забирали. Там уничтожили всю интеллигенцию, в тюрьмах пропадали. Поставили систему через каждые полгода, от полгода до полтора года, каждый вице-премьер-министр уходил в тюрьму. И с концами. У него все забирали. Когда одного вице-премьера или министра сажали, к нему приписывали 50 фирм, которые никакого отношения не имеют к этому человеку, чтобы сделать из этого мафию и его сажали. Ну, это машина калигуру включается, да, римская технология. Вот. Вот таким образом они ставили диктатуру. Например, когда в 2002 году поймали группу Шехмурадова, там поймали кавказцев тоже. И их заставили говорить. То есть, ты хоть кто бы не был, ты не сможешь сопротивляться против государственной машины, которая имеет большие деньги и имеет за собой диктатора Ниязова, который прошел всю коммунистическую школу, карьерист, коррупционер, и у которого три помощника являются не трупнилами. Это жадан, храмов и умов. Ты бы не мог сопротивляться. Кто бы ты ни был, если бы целая коалиция государств не стала бы, мы не могли бы победить, мы и не победили. Поэтому говорит о том, что вот если бы казахи были или киргизы были, ничего бы не получило бы. У нас был шанс в 1991 году, который мы проспали, у нас был шанс в 2006 году, в декабре, 21 декабря, когда Ниязов умер, захват произошел, Берд Мухаммедов опять с этими тремя людьми захватил власть, и у нас шанс появился сейчас благодаря сильному, усиленному развитию социальных платформ, интернета. Только благодаря этому. Сейчас можно оттуда пробивать информацию. Какой бы они железо за новость не поставили, информация проскакивает, у нас контакт, есть связь, мы начали говорить о всем мире. У нас есть возможность выступать на Ютьюбе и доводить до всего мира. И этот шанс Туркменстан должен использовать. Поэтому говорит о том, что вот туркмены такие слабые, это глупо. Говорит о том, что туркмены не могли встать, вот они, потому что туркмены, это тоже глупо. Вы сейчас увидите, как туркмены встанут. Поэтому вот сейчас идет переломный момент. Мы уже информативно, информационно выиграли режим за пределами Туркмены. Мы сейчас боремся внутри Туркмены. За пределами Туркмены режим диктатора Бердмухамедова законным путем ничего не может сделать. Он арестовал недавно 10, сначала 12 наших активистов, потом 5, 6, мы их всех вытаскиваем, максимум 10 дней мы их вытаскиваем. Даже если у них документы не в порядке. Потому что документы, то есть паспорта непродленные, непомененные паспорта, это не вина человека, который обратился в посольство и консульство, которому консульство и посольство не продлило. Это вина полная Рашида Мередова, министра иностранных дел Туркменыстана. Туркменыстан подписал конвенцию 63-го года 24-го апреля, партнер. В этой конвенции четко написано, что посольство и консульство обязаны менять паспорта гражданам Туркменыстана, оказывать визовую поддержку. Ничего этого не делается. Туркменыстан грубой форме нарушает все международные конвенции. Мы народное движение ДВТ демократический выбор Туркменыстана готовим все документы на санкции на Берду Мухамедова президента идиота клоуна Туркменыстана геронщика на его правую руку Рашида Мередова коррупционера взяточника на министра внутренних дел на министра национальной безопасности на генерального прокурора. Все эти люди и родственники президента должны попасть под санкции. В Туркменыстане не то, что все работает за счет коррупции и беззакона, там родственники президента вообще перешли все границы здравого смысла. Они ловят на улицах красивых женщин, девушек, насилуют их, бросают каналы и убивают. Уже не боятся ничего. Открыто действуют. Президент Туркменыстана не только это знает, он их настолько защищает. Не дай бог полицейские или прокуратура поднимет возраст или там напишет дело. Эти люди исчезают. Родственники президента при закрытии границ, при том, что туркменыстанцы уже на протяжении двух лет не могут попасть домой, увидеть своих детей. Некоторые по 10-15 лет уже не видели своих детей. Дети уже женятся. У них уже внуки появляются. Они не видели этих детей и внуков своих не могут попасть в Туркменыстан. В Туркменыстане племянники президента Шамрат Раджепов, Хаджамрат Раджеп и другие берут самолет, летят в Берлин утром, пьют кофе, делают покупки и вечером прилетают обратно. Утром летят в Дубай, пьют кофе, делают покупки и прилетают обратно. Для них нету границ. В любое время родственники президента по 15 человек, любой самолет заднее кресло убирают, делают товары, летят, делают шоппинг в Дубай, Берлин, Лондон, Франкфурт и в другие города европейские. Это настолько беззаконно. То есть они платят по государственному курсу 3,5 монад за каждый рейс, то есть получается 25 тысяч долларов по 3,5 если умножить, но валюту они меняют по 22 и у них получается от 22 до 30 у них получается за полторы тысячи долларов они нанимают чартер, летят туда и сюда. Вот эту шикарную жизнь платит весь туркменский народ. Вот эта шикарная жизнь оплачивается за счет природных ресурсов, которые сегодня выкачиваются, продаются и это все идет на поддержание этого режима. Берда Мухамедова основной бизнес это строительный бизнес. Завышая объекты в 5-6 раз он ворует деньги, он всегда строит, всегда делает помпезный гигантский никому не нужный объект. Самое главное строить не останавливаться. Открывает объекты, открывает памятники золотые для собак, для лошадей, для... В каждом вилаяте он строит, в каждой области он строит дворцы для собак и для коней. Вот как после этого можно назвать этого человека? Когда люди уже второй год стоят в очереди за хлебом, в Туркменистане работают продуктовые карточки. У людей нету заплатить денег за электроэнергию, за газ, который постоянно поднимается в Туркменистане. Надо идти в дом управления, отметиться, потом ты идешь в магазин и тебе разрешают продуктовую карточку на этот месяц получать по субсидированным ценам продукты первой веки. Без этого они не выжили. Их зарплата хватает на 4 раза сделать плов дома. А вы же знаете, туркменские семьи многодетные. То есть, ну, 5 раз 5 дней покушал, можно один раз в день покушать, ладно. А основное время 25 дней. как жить. Независимо от этого этот идиот, клоун Бердум Хамедов, которого никто не выбирал, а захватил власть, продолжает нарушать все законы и все права человека в Туркминстане. Я вам приведу один маленький пример, который сегодня я получил из Туркминстана. Есть школа номер 18 в Мургавском этрапе Марийского Вилайта. Мургавский район, Марийская область называется. Вот смотрите, вот там извините, у меня звонок извините, вот там полицейский по несовершеннолетним специализированным каждый день забегает в эту школу по классам и штрафует преподавателей и преподавателей и учеников за то, что у них маски масок нет. Допустим, преподаватель они преподаватель в школе сейчас образованы маленькие классы образованы по 20 человек вместо 30 и 40 и они расположены в шахматном порядке, то есть дистанция все соблюдается. Расстояние между преподавателями и учеником соблюдается дистанция. Все преподаватели практически носят очки и когда они носят очки они у них из-за масок запотевают очки и они потихонечку снижают как бы вниз сейчас я извините одну минуту они снижают маску и запотевают очки снижают маску вынуждены снижать чтобы не запотевали очки и преподают так вот этот полицейский и он не только в этом во всех они без стука забегают в класс снимают на камеру и штрафуют всех это продолжается уже долго то есть вот такие вот абсурдные идиотские вещи творятся в этих местах преподаватели уже собрались пошли в полицейский участок и прочих или вы проводите занятия или дайте нам проводить потому что в течение 20 минут прерывается школьный урок и мы не можем дать знания потому что перерыв не 5 минут не 10 минут весь урок занимает ваш участковый поднесевшим летним забегает и издевается над нами и над учениками с каждым он берет 30 монат это по черному курсу приблизительно полтора доллара по официальным приблизительно 8 долларов вот вот таким вот беспределом занимаются полицейские полицейские говорят меня заставляют это делать сверху значит они обратились в полицейский участок там говорят сверху то есть это идет аж чуть ли не из президентского совета то есть вот такие вот абсурдные вещи это норма просто эти преподаватели теперь как проводят учебу они ставят одного ученика на шухер у входа в школу и когда оттуда увидят полицейского он забегает по классам предупреждает всех и все как бы стоят в масках и сидят там то есть они и так в масках вот вот так вот правоохранительные органы не право охранять а правонарушающие органы их правонарушать заставляет сам президент Туркменистан это смешно конечно абсурд вы скажете этого не может быть что президент Туркменистан в школе будет делать нет он проводит собрание кабинета министов только по безопасности как можно давить активистов как можно больше угнетать наш народ как можно закрыть между ними границы смотрите Туркменистан нету коронавируса сообщение между всеми городами всеми областями закрыты жестко закрыты говорят есть коронавирус официально его нет все люди которые умирают умирают от сердечного приступа от пыли какой-то неизвестной но естественно все они умирают в пакетах и их хоронят в пакетах и от коронавируса это очевидно это ну скрытый уже невозможно но президент Туркменистана дал слово что нету коронавируса в Туркменистане он одним своим указом просто победил на всю жизнь коронавирус вот такой вот абсурд в Туркменистане происходит вот такие вот вещи творятся в Туркменистане люди стоят с пяти утра в очереди за хлебом их прячут по подъездам домов чтобы не было толпы у магазина смешно это не самое смешное в Этрапах есть хлебобулочные эти магазины вот там заводы при них открылись маленькие магазинчики теперь в пять утра запускают туда всех одним разом закрывают ворота чтобы никто не вел очереди и они стоят до двенадцати пока там все не возьмут и потом толпой выходят как работники этого 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 завода то есть вот таких вот случаев много их впечатляет просто не хватит у вас у нас сил не хватит вот такой абсурд происходит в Туркменистане этот абсурд происходит благодаря клоуну идиоту человеку который прокурил свои мозги героинщику президента Туркменистана Берли Мухаммед когда он курил героин в 2012 и выкидывал номера все смеялись тогда еще какая-то конвертация была эти были жирные года то есть цены были высокие не обращали внимания но как сейчас все свалилось все вот коронавирус все вот эти убрал все маски и показал реальную картину Туркменистана кроме этого оппозиция тоже сделала большие усилия начала рассказывать и внутри Туркменистана люди начали граждане начали бороться за свои права Туркменистан идет твердыми шагами в сторону демократии уже Берду Мухаммедову невозможно управлять властью невозможно управлять Туркменистан границу он закрыл только из-за того что очень много активистов хотят приехать в Туркменистан и установить демократию поэтому он и пробовал и нас тюрьму затаскивать за границей и избивать и все-все пробовал не остановить активистов законным путем он не может бороться только незаконным путем у Берду Мухаммедова основной инструмент это покупать оппозицию и покупать всех госчиновников если вы слышали есть такой дипломат из Канады председатель ОБСЕ в Туркменистане Мак Грегор я о нем часто рассказываю до него руководителем деписии была Наталья Друст из Белоруссии из диктаторской страны коррупционерша взяточница приехала в Туркменистан и продолжала свои взятки и коррупцию за весь период ее миссий ни одного случая о нарушении прав человека можете себе представить это еще не смешно смешное вот это Мак Грегор канадец мы европейцы платим ему за эту миссию находится в Туркменистане ни одного рапорта ни одного доклада о нарушении прав человека они повсюду то есть ну невозможно найти права человека то есть везде одни нарушения вот этот человек Мак Грегор через турецкого гражданина который находится в Туркменистане получает прямые взятки лично от президента Туркменистана ходит на его закрытые вечеринки и продолжает танцы и пляски как Наталья Друкс можете себе представить дипломат из Канады Мак Грегор председатель ОБСЕ в Туркменистане открыто берет взятки в противном случае нельзя объяснить как этот дипломат из страны которая борется за демократию страна которая за принципы демократии участвует военных действиях в Афганистане в Ираке который представляет страны Европы которые европейские страны борются очень сильно за демократические принципы которые создали многоконтрактные многовекторные конвенции по защите прав человека он является представителем гражданином демократической страны и представляет демократические силы в Туркменистане председатель ОБСЕ залепил себе скотчем глаза и ходит по Туркменистану как так сказать кайфует вот такие продажные чиновники из Канады работают в Туркменистане про ООН отделение ООН я даже говорить не хочу там коррупция не то что налажено они наверное между собой соревнуются кто больше возьмет и у кого какие ставки потому что за весь период ни одного случая можете представить люди которые у которых нарушается права человека не могут прийти в эти организации чтобы высказать их ловят прямо на входе они прекрасно знают об этом я вам более скажу Мак Крегер председатель ОБСЕ отделения ОБСЕ в Туркменистане канадский дипломат у себя держит сотрудников с нацбезопасности как сотрудников представительство ООН в Туркменистане руководители миссий там местных локальных являются бывшие сотрудники полиции и национальной безопасности то есть они не просто продались они затащили эти органы к себе и работают с ними как эти органы они являются продолжением органов национальной безопасности можете представить это позор не только дипломатии европейской это позор мировой демократической дипломатии это позор Канады мы должны написать письмо я напишу письмо премьер-министру Канады я уже об этом информировал ОБСЕ почему Макгрегера не убрали еще очень много вопросов может быть центральное бюро ОБСЕ тоже связано с этим потому что они глаза закрывают вот такие вещи происходят я думаю здесь проблема не только в ОБСЕ или он это является результатом того что Бердумхаммедов чемпион по взяткодательству его команда то есть дипломаты послы консулы и Рашид Мередов являются ну если первый чемпион мира по взяткодательству Бердумхаммедов занимает второе и третье место вот это вот коррупция коррупционная правительство которое никакого отношения не имеет к народу или честно избранному президенту его правительству бандиты управляет Туркминстан к сожалению и вот демократический выбор Туркминстана народное движение борется против этого нам очень трудно бороться но нас спасает то что есть и в ОБСЕ и в ООН и в международных организациях правозащитных организациях люди которые нас слушают и которые хотят помочь туркменскому народу есть туркменский народ который ждет перемен он устал он начинает двигаться и я думаю что мы все равно победим независимо от этого мы будем этих коррупционеров официально показывать на видео на фото и распространять информацию так что господин МакГрегер я вам на днях позвоню опять как всегда вы естественно будете убегать но я вам буду звонить прямому я назначал дату звонка я звонил естественно никто не понимает дошло до того что с моего звонка все телефонные звонки в Туркменистан закрыты то есть МакГрегер не просто работает с правительством он наверно завербованный сотрудник национальной безопасности Туркменистана который борется против демократии против активистов и против прав человека представляете человек получает зарплату с Европы плюс получает взятку с Бердумхамедова через турецкого гражданина полностью поменял смысл своей работы и перешел на сторону национальной безопасности и работы против активистов Туркменистана против прав человека в Туркменистане вот такие события происходят вот поэтому демократия не может победить в Туркменистане коррупция она везде коррупция и никакой европейский чиновник когда ему предлагают взятки устоять не может к сожалению это стыд и позор европейской дипломатии Всемирная организация здравоохранения то же самое приехала приехала в Туркменистан один туркменский гражданин сфотографировал их в ресторане где они сидели с членами национальной безопасности из правительства Туркменистана только за эту фотографию его посадили на 4 года и они официально подтвердили что в Туркменистане нету коронавируса когда он там бушовал я проводил напротив ВОЗа Всемирной организации здравоохранения одиночный протез вместо того чтобы выслушать вместо того чтобы понять причины и проконтролировать эту ситуацию они старались возбудить уголовное дело против меня о вандализме интернациональная полиция которая там контролирует все организации ЮНИСЕФ, ВОЗ, ООН и так далее они настолько безграмотные они пришли послушали руководителей ВОЗа и решили значит возбудить уголовное дело они вызвали офицеров юридически имеющих право возбуждать уголовное дело и когда жандарм приехал и объяснил им их права и мои права у них все призвало они поняли что они не частная организация они поняли что я имею полное право они поняли что я получил разрешение на это и 4 часа сидели стояли на улице искали возможность как меня оттуда убрать то есть вместо того чтобы заняться тем что это был сигнал для того чтобы обратить внимание на коронавирус распространяющий в Токминсане потому что этот коронавирус же не только в Токминсане распространяется эти люди потихонечку выезжают и распространяют по всем миру этот коронавирус то есть в Токминсане экология настолько ужасная появляется новая форма коронавируса это же надо исследовать и новая форма будет распространяться она придет и до Европы тоже потому что племянники едут в Европу пить кофе в ресторанах сидят там в кафе сидят и они распространяют же эти микробы эти вирусы вот такая ситуация в мировой в мировой общественной организации и во всем мире коррупция есть слов нет конечно не так развита как в Туркменистане сто процентов но она есть свидетелем этого является Мак Грегер запомните этого человека Мак Грегер дипломат из Канады руководитель ОБСФ в Туркменистане мы еще много раз вернемся к ним если у вас есть вопросы я бы хотел ответить на ваши вопросы вот в этом вот сейчас я проводил эфир на туркменском языке и у меня были вопросы которые наши которые наши которые написали комментарии наши граждане я постараюсь на них ответить я отвечу только на русскоязычные вопросы потому что я сейчас веду на русском языке вот засправилась так сейчас Али Али пишет до каких пор мы будем мучиться неужели он такой бессердечный Берда Мухаммедов Берда Мухаммедов не то что бессердечный он свои моральные качества уже пропил и прокурил этот человек ну не изгои общества он перешел все моральные границы если помните я рассказывал президент Туркменистана Ниазов купался с девушками 18 летними носил их и пистолеты убивал в бассейне то есть у него бзык ушел уже психически вседозвольность приводит к болезни психической и в конце жизни он начал свою тень стрелять к нему кабинет министров и руководители не могли зайти потому что он мог просто вот убить и все то есть у него уже как бы сознание с реальностью вообще запуталось то есть когда человек вседозволен они вот переходят эту моральную черту и психологическую черту Берда Мухаммедов тоже на вот этой стадии ему уже вот как бы кто-то умирает там народ его это просто не действует обратите внимание по-моему в 19-м году или в 20-м году не помню был ураган в Лебабском Милаяте около тысячи человек в Лебабском и в Марыском Милаяте умерло на чертовом колесе дети улетали их находили с отрубленными головами там ну в страшных условиях да в этот день и на следующий день Берда Мухаммедов проводит свои личные концерты сам исполняет на детали песни представляете вы можете себе представить это то есть в стране из-за урагана умерло около тысячи человек об этом узнал весь мир весь мир трактует об этом он проводит концерт у себя он даже не смог выступить и сказать граждане Туркменистана этот ураган ну он во всех во всем мире бывает это не моя причина я приношу соболезни или что-то 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 ничего это не единственный случай 25 солдатов перевернулись которые ехали собирать фисташки у нас солдаты как вы знаете не военные а агрокультурщики они как бы колхозники собирают урожай сеют урожай машина перевернулась они все умерли не звуку в Туркменистане на параде одна машина сводилась кувейт там на дороге там все в крови очень много людей умерло все это скрыли ни слова то есть двуликая двойная политика одна реальная страшная и другая скрываемая красивая она ведется со стороны Берни Мухаммедова и его команды руководитель этой команды господин Храмов он отвечает за всю информационную цензуру и политическую цензуру это он закрыл все частные каналы частные газеты журналы все оставил канал только официальный канал Туркменистана 17 государственных изданий несколько радиокомпаний и каждый день 21.00 называется обманная программа Ватан рассказывает о обманных успехах о лживых успехах Туркменистана есть люди которые полонизировали эту программу и посчитали в каждой программе 500 раз повторяется имя президента Берни Мухаммедова его там называют национальный лидер Аркадар там еще какой-то да там как только не называют к сожалению это говорят только те люди подхалимы которые окружают его их немного и все сюжеты крутятся вокруг этого вот такой абсурдистан вместо демократического Туркменистана вот до каких пор мы будем мучиться али-али он такой бессердечный он не только бессердечный он уже ну не безмолвый а уже крыша поехал то есть ждать от него милосердия это себя это нереально если бы хоть какое-то милосердие было бы да сегодня около полтора миллиона человек находятся за пределами Туркменистана границы закрыты они его одним словом границы открываются и эвакуируются эти люди семьи объединяются дети которые стоят на улице плачут и ждут свою маму папу объединяться они не сироты при живых родителях будут а объединяться семьи он это не делает он люди которые умерли им не ставят уважение а живым людям вообще каждый день кто-то из туркменистанских граждан умирает в турции ежедневно еженедельно умирает 2-3 человека эти умирающие люди до своей смерти имеют болезнь раковую или еще какой-то еще родственники до смерти просят эвакуировать этих граждан во время смерти и после смерти консульский генеральный консульский отдел Туркменистана не то что не решает эти проблемы ставит цену 3,5 тысячи долларов до 10 тысяч долларов перевести один труп надо только взятку заплатить консулу из любой страны в Туркменистан а уже самолет там разрешительный документ все это дополнительное платье только его в карман 3,5 тысячи от 3,5 тысячи до 10 тысяч зависим от страны и это бизнес Рашида Мереда потому что все по цепочке связано вы знаете коррупция не бывает локально она масштабная вот это все контролируется вице-премьером министром иностранных дел Рашида Мереда поэтому Туркменистан это страна абсурда это тюрьма и в этой тюрьме есть надзиратели Берд Мухаммедов и его ближайшее окружение которые чтобы увидеть своего родственника ты должен платить чтобы ты переехал в Туркменистан надо заплатить чтобы ты выехал из Туркменистана надо заплатить это вообще абсурд это вот когда я выступаю в ОБСЕ или в других международных организациях они не верят что это возможно это возможно это происходит в Туркменистане теперь я буду отвечать на вопросы если у вас появляются мне вопрос на туркменистанском языке я бы хотел сделать только эфир на русском языке как я закончу эфир на русском языке я через ближайшее время там час-два сделаю специальный эфир для ответа на вопрос и вы можете написать свои вопросы вот под этим видео я отвечу буквально через несколько часов уважаемые граждане Туркменистана я хотел бы этим видео довести до вас одну информацию вот такие правонарушения в Туркменистане они идут 30 лет они не остановятся придет его сын придет его там племянник придет еще один человек с этой же системой они будут продолжаться почему потому что это система диктатуры и она будет только ухудшаться и ухудшаться их задача не развивать туркменский народ их держать в бедности чтобы они не могли помешать воровать природные ресурсы продавать их и обогащаться весь смысл этого бизнеса так называемого под названием Туркменистан это бизнес проект Берд Мухаммедов своровал все три ветви власти теперь он ворует страну Туркменистан он хочет ее превратить в королевство Ниязов в 2003 году мечтал это сделать не успел умер теперь эту идею подхватил Берд Мухаммедов он по-разному пинал этот народ народ не реагирует он теперь решил его сделать королевством и вечно управлять этой страной это делается очень просто он председатель Межлиса то есть председатель Масловаты Халкемиш парламента он сам провел выборы сам в последний день после окончания выборов в понедельник надо объявлять результаты он себя туда внес 119 избранным депутатом и через 15 дней сам провел заседание парламента сам себя поставил единственным кандидатом не было других кандидатов сам себя выдал представить парламента он уже в парламенте ну может своего щенка собаку назначить депутатом как вот в Риме это делалось но в Риме когда они поставили депутатом коня только с одной целью чтобы этого коня поставить на социообеспечение то есть на государственное обеспечение в этом случае это вообще абсурдно и он может что угодно сделать завтра он скажет 3-4 человека в парламенте начнут кричать наш ты наш король ты наш король они уже говорят проголосуют сделают его королем потом другой умник с белой бородой выйдет и скажет вы знаете у нас есть король а нету королевства давайте Туркменистан из демократической страны переделаем в королевство все равно все решает наш арханат и сделают в королевство и тогда его сын будет премьер-министром или президентом этого королевства он не будет проводить выборы он просто будет назначать с этого момента я предупреждаю гражданам Туркменистана вы не имеете права даже выходить на улице или защищать своих права у вас их не будет вы должны подчиняться королю и его права человека будут определяться только его мнением на территории они международными нормами поэтому сейчас именно сейчас надо подниматься и бороться пока страна не улетела в королевство пока нашу страну не своровали он уже своровал должность в председатель кабинета министров должность президента он уже 14 лет 15 год в должности президента и он не собирается меняться он своровал должность представителя парламента ему осталось своровать стране. Поэтому если кто-то думает иначе или имеет какие-то иллюзии, я просто напоминаю, сейчас время реагировать. После драки кулаками наше. На этом я заканчиваю свое выступление. Дорогие турбинстанцы, я вам всем желаю в первую очередь свободу, во вторую очередь справедливости и в третью очередь братство. Как говорят во Франции, «Либертэ, эгалитэ, fraterнитэ». До свидания.